Привет, друзья! В данном видео хотелось бы поговорить и рассказать вам, что рентабельно использовать на рыбалке в марте. И правильно с этим ответить на вопросы в комментариях ребят, которые спрашивали, а что использовать рентабельно? Кормового мотыря или как-то что-то другое? Ну, например, группы мелкой фракции, такие как ящер, пшеничка, панировка, ой, панировка груб, та же самая, в принципе, манка или группы средней фракции, такие как пшено. И почему я на своём канале всегда пропагандирую именно это, группы мелкой фракции. Та же ящер, та же пшеничка, та же овсянка, которую можно, в принципе, через мясорубку пропустить, и то же самое сухое пшено. Плюсы и минусы, друзья, кормового мотыля по отношению к субхим-группам, которые вы можете легко купить в любом продуктовом магазине, который есть недалеко от вашего дома. Первый минус мотыля заключается в том, что он будет стоить нам дороже куда, чем, например, тот же самый пакет ящики или пшенички. Кормовый мотыль, понятное дело, всегда будет дороже. Это первый его минус. Недостаток. Второй же минус, друзья, кормового мотыля заключается в его хранении. То есть, в отличие, допустим, от той же самой сухой крупы, будь то ящикой, будь то пшеничкой, хранить его, в принципе, можно везде. Кормового же мотыля нужно хранить обязательно в холодильнике, иначе он просто-напросто испортится. Третий минус, друзья, кормового мотыля заключается в том, что если вы прикармливаете мотылем, то и ловить он нужно только на мотыля. А какой тогда в этом смысл, если вы, допустим, мотылем прикормили, а ловите, допустим, на червяка, то есть рыба питается мотылем, который вы бросили, а на червяка ей глубоко до лампочки. То есть ловим на мотыля, то есть прикармливаем мотылем, то и ловим, в принципе-то, на мотыля. А также, давайте, друзья, не будем забывать, что брошена прикормка в лунку, в том числе, и мотыль, рыба съедается всего, допустим, в зимнее время 5%, а в весеннее время 10-15% от того объема, который вы бросили в лунку. То есть, если взять 10-15% от объема, которого мотыля вы бросили в лунку, то 90-85% мотыля так и будут лежать на дне. Ну, их рано или поздно кто-нибудь скушает. Рано или поздно найдут и скушают. Так, друзья, приехали бы на рыбалочку в марте, сделали луночку, всё, прикормили, ой, прикормили, нашли рыбку, где клюёт, и прикормили мотыляком. Да, но произошло изменение какой-то в погоде. Допустим, произошёл скачок давления максимально, ну, миллиметров на 25-30, всё феррит а-ля. Мотыль ушёл на дно, рыба больше не клюёт. Не жалко денег по отношению к мотылю, сколько отдали, бросили всё в лунку, и всё это ушло просто-напросто на дно. Теперь, друзья, плюсы и минусы сухих круп. То же самое яички, пшенички, того же самого пшена или той же самой овсянки. Ну, опять же, первый плюс его – это хранение. Хранить можно долго и упорно, ни черта с ней не сделается. Это первый её плюс. Второй плюс заключается в том, что к сухим крупам вы можете добавить какой-то, допустим, ароматизатор. Будь то чеснок, будь то укроп, будь то корвалов, будь то анис. Чего нельзя добавить, в принципе, за мотылю. То есть, переложив сухую крупу в целыханный пакет, можете добавить любой ароматизатор, который я того что произнёс. Чеснок, укроп, корвалов, анис. Ещё, друзья, не менее интересный плюс сухих круп в том, что они продаются в любом продовольственном магазине. Близь лишащим. То есть, не нужно специально бежать в магазин, как за мотылём, в рыболовном. Есть магазины продовольственные, которые находятся в двух шагах от вашего дома. В том же магазине вы легко найдёте все эти крупы. И яичку, и пшеничку, и то же самое сухое пшено, и много чего другого. И ещё один, друзья, не менее интересный и хороший плюс, потому что все сухие крупы, будь то яичка, пшеничка, будь то пшено, будь то так же самое. А пшенг справляется со всеми поставленными задачами, как на зимней, так и весенней рыбалке. Ничем не хуже мотыля. Но есть один недостаток у всех этих круп. Нельзя их хранить в сыром месте. Или они вскоре заплеснивают и будут издавать кисловатый едкий запах. Это единственный их недостаток. В качестве прикормки, как для зимней, так и для весенней рыбалки в марте. И в заключение, друзья, дело каждого рыбака, что на рыбалке в марте используются сухие крупы в виде прикормки для весенней рыбалки или кормового мотыля. Лично я выбираю сухие крупы. И всегда бываю с рыбой.